Я нахожусь примерно в 20 километрах от центра Алма-Аты, двухмиллионного мегаполиса Казахстана. Здесь на площади 490 гектаров, а это представьте себе примерно 700 футбольных полей, расположена специальная индустриальная зона, где сосредоточены заводы и предприятия различных профилей и направлений. Ну что, взглянем на ее результаты? И я продолжаю исследовать производственный потенциал Алматинской области. Чем больше я занимаюсь изучением экономических успехов этого региона, тем больше удивляюсь, насколько разнообразны направления предприятий, работающих здесь. А воскопирование проводится вручную. Лоток с несколькими десятками яиц помещают на специальный аппарат, который просвечивает яйца. Подсчет цыплят происходит при помощи автоматики, но при четком контроле специалистов. После того, как цыплята прошли инкубационный период, они поступают вот на такой вот специальный счетный агрегат. Это машина, она работает автоматически. Цыплята поступают вот на эту конвейерную ленту, потом разделяются вот здесь по двум направлениям и поступают вот сюда. Здесь установлены инфракрасные датчики, которые ведут подсчет цыплят. Искусственные кристаллы, которые создаются в лабораторных условиях, и если на них подать электрический ток, то они начинают светиться. Я хочу включить наши светильники. Вот его включаем, моментально загорает. Весь цивилизованный мир уже давно перешел на светодиоды. Их применение обусловлено велением времени. Преимущества светодиодов по сравнению с лампами накаливания очевидны. Производимые в Нур-Султане светодиодные светильники – это новый шаг в улучшении городской коммунальной инфраструктуры. Итак, в этой серии проекта Made in Kazakhstan я рассказал вам лишь о небольшой части инновационных идей производств. Это был проект Made in Kazakhstan. Меня зовут Антон Федоров. И увидимся с вами в следующей серии. Субтитры сделал DimaTorzok